Телевизор надоел, от компьютера уже болят глаза, а телефон разрядился. Как же еще себя можно развлечь дома? Замечательная альтернатива — настольные игры. Если вы думаете, что я сейчас о картах или домино, а вот и нет, индустрия шагнула далеко вперед, предлагая нам огромное разнообразие на любой вкус. На удачу и логику, развивающую ловкость и эрудицию, запутанные или простые, с одной из таких мы и начнем. Здесь коровы изучили искусство шпионажа, отправим же их скорее на миссию. Внутри колода из 104 карт, время игры от 30 минут до часа. Она рассчитана на детей и взрослых. Может играть минимум два человека, поэтому мне компанию составит наш оператор Женя. Проходи, пожалуйста. Правила запоминаются быстро, а вот на то, чтобы освоить победные стратегии, может уйти несколько месяцев. Но принцип «новичкам везет» никто не отменял. Четыре, пять, шесть, семь. Уху, я выиграла! Такие игры называются филлерами. Непринужденные и веселые, с ними легко скоротать время. Игры есть на самые разные темы. Вот сказочная про Алису в стране чудес. Это понравится любителям фэнтези про монстров. Ну а такой вариант точно предпочтут те, кто увлекается историей. Это игра мифомания. Согласитесь, глядя на такие иллюстрации, запомнить древнегреческих богов будет куда проще. А замес я подарила своему мужу на Новый год. И теперь это его любимая игра. Настолько, что он приобрел даже все дополнения. За мимимес с принцессами и котиками, ктулху, а также казаки против помидоров, которые мы даже не успели открыть. Суть такова. Нужно отправить своих героев на захват баз. Я буду сражаться принцессами и феями, а Женя пони и котиками. Вперед! Женя уже заработал два очка. Ну а тот, кто первым наберет 15, победит. Развивается смекалка, аналитическое мышление и внимательность. Ну а если вы хотите засесть основательно, то вот вам игра не на один час, а то и на целый день. Архем! Только нужно приготовиться к тому, что правил здесь много и на их изучение уйдет также достаточно много времени. Не просто подготовить и игровое поле. Посмотрите только, как много колод. А еще масса других деталей. Пришло время выбрать персонажа, за которого мы будем играть. Сделаем это вслепую, чтобы было интереснее. Так, выберу, наверное, вот этого. Кто у нас здесь? Пит Мусорщик. Бродяга. А теперь выберем древнего, против которого мы сразимся. Ну, Жень, давай ты вытянешь. Участники не соперники друг к другу. Все сражаются против самой игры, которая то и дело подбрасывает задания и выпускает монстров. Можно воевать и одному. Когда, если не сейчас, устроить себе такое приключение? Игры помогают нам погрузиться не только в сказочную атмосферу, но и ученые доказали, что они нормализуют давление, снижают стресс и даже повышают иммунную систему. Но разве не здорово? Так что присоединяйтесь и вы.